Привет, меня зовут Игорь Четвергов, я организатор соревнований и периодически хожу к путешествиям. Сейчас на улице зима и перед всеми путешествиями стоит самый страшный выбор, как спать зимой в лесу, а может быть не в лесу, может быть в пещере, может быть на горе. Если с палатками все более-менее просто, они спокойно укладываются в три сезона, то со спальниками не все так просто. Сейчас мы потихонечку разберем некоторые параметры и подберем спальник для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Самое главное, что вы должны знать про спальники, что они могут быть двух разных видов. Пуховые и синтетические. Пух легкий, компактный, но боится воды. Синтетика не такая легкая, как пух, не такая компактная, как пух, но зато вы можете высушить ее в походе. Есть еще одна характеристика, по которой вы можете просто так приблизительно подобрать спальник. Это его вес. Это касаемо абсолютно всех спальников и пуховых и синтетических. Достаточно взглянуть на вес самого спальника и более-менее понять, на какую температуру он рассчитан. Чем больше вес спального мешка, тем он теплее. Так как пух самый эффективный утеплитель, нельзя сказать, что для зимы годятся только пуховые спальники. В пуховом спальнике, конечно же, спать легче, но есть одна большая опасность. Вы можете его намочить. И это его самый главный минус. Пуховые спальники, в отличие от синтетических, живут гораздо дольше, более долговечнее. Они лучше переносят компрессию, но лучше, если честно говоря, так не делать. Вот так вот. Спальник может быть двух видов. Он может быть в виде кокона, может быть в виде привычного вам одеяла, как будто вы спите дома в любимой кровати. Чем отличается кокон от одеяла? Конструкция кокона сужена к ногам. Так как ноги быстрее замерзают, желательно, чтобы объем обогреваемого пространства был в ногах как можно меньше. В одеяле оно большое. Соответственно, одеяло холоднее. Кокон компактнее и теплее. Обращу ваше внимание на то, что некоторые спальники не имеют тепловой планки вокруг шеи, а именно она сохраняет все ваше тепло внутри спальника. Поэтому, если есть тепловая планка, значит, спальник довольно-таки теплый. В одеяле его нет. Также любой спальник должен обладать защитной тепловой планкой под молнией. Это сохранит ваше тепло внутри. В конструкции спальника также учтен ваш рост. Это очень важный параметр. Вы в спальнике являетесь главным генератором тепла. Да, вы батарея. И только от этого зависит ваш сон. Если вы маленькая батарея, а пространство и комната у вас большая, то, скорее всего, вы будете не очень энергоэффективны и, скорее всего, замерзнете. Но если вы большая батарея и комнатка ваша не очень большая, то, скорее всего, все ваше тепло не убежит к утру из спальника. Для того, чтобы узнать, какой спальник вам подходит, вам нужно знать, конечно же, свой рост. Ростовка спальника не должна равняться вашему росту. Спальник должен быть с запасом в 20-30 сантиметров для того, чтобы вам можно было комфортно спать в удобной позе или же спать в одежде, если на улице дикий мороз. Для того, чтобы узнать рост спальника, ословие уже выяснено, достаточно посмотреть маркировку на упаковке. Для того, чтобы более точно подобрать спальник под ваши условия, необходимо посмотреть на упаковку. На упаковке вы найдете три цифры. Одну из них мы сейчас смело отбросим. Температуру экстрима. Не смотрите ее никогда, просто про нее забудьте. Не спрашивайте, зачем ее там пишут. Для меня это самый большой вопрос в жизни. За 10 лет могли бы уже тихо, спокойно ее выбросить и не писать. Прячем. Это температура, при которой утеплитель показывает хоть какие-то способности к сопротивлению. Вообще ничего не значит. Вот просто температура комфорта. Это та температура, при которой среднестатистическая женщина, девушка, леди, будет тихо, спокойно спать в палатке в этом спальнике, на коврике. Температура лимита – это та температура, при которой среднестатистический мужчина в термобелье будет спокойно спать всю ночь. Не забывайте одеть шапки и носки. Комфорт для женщин, лимит для мужчин. Собрав вот такие данные, из чего состоит спальник, какой он формы, какой он ростовки, какого он температурного режима. Вы можете сделать небольшой вывод, подходит вам этот спальник или нет. Дальше идет история про вас. Во-первых, для того, чтобы хорошо спать, вы должны к моменту сна устать, хорошо покушать и действительно хотеть спать. Но и самое главное, чтобы выбрать спальник, нужно понимать, куда вы идете. Если на улице зима, а на улице зима, мы сейчас вам покажем небольшой гайд по зимним спальникам. Для быстрых и точных зимних приключений восхождение на вершину подойдет отличный пуховый спальник Гравитон, массой менее килограмма, рассчитан на температуру от минус 10. Внутри него живет 850 пух, а это значит спальник высшего качества. Белый гусиный пух. Спальник отличается особым зонированием пуха. В ногах набивка побольше, на груди чуть-чуть поменьше, что в целом логично. Ноги у нас мерзнут быстрее всего. Доступен в разных ростовках, так что мерьте свой рост и выбирайте спальник. Для быстрых и точных приключений, непродолжительных, отлично подойдет спальный мешок Adventure Permafrost. Он чуть-чуть потяжелее, чем Гравити. В нем немножечко другой пух. Он более доступный, но при этом такой же теплый. Рассчитан от минус 4 до минус 11. Вот такой вот он замечательный. Да, не забывайте о том, что ни в коем случае аккуратно спальники не складывают. Только хаотичное запихивание спасет ваш спальник от одинакового ежедневного сминания и потери своего объема. Греет вас не пух, греет вас не синтетика, греет воздух, который сохраняется в нем. Здесь без зонирования, без всего. Швы теплые. Для длительных экспедиций, для полярников, для высотников, для тех людей, которые постоянно находятся в максимальной влажности и на морозе, я вам не посоветую брать пух. В то время, когда вы спите в нем, пух наберет влагу. В зимних условиях вы его маловероятно высушите. Поэтому для зимних длинных экспедиций лучше брать синтетику. Она способна греть в мокром состоянии, и вы можете ее высушить на себе. В походе это очень важно. Для долгого нахождения на улице зимой, для лыжных походов, для севера посоветуем спальный мешок Cyber 500. Да, тяжелый, да, объемный. Но ваша задача быть постоянно теплыми, все время, не зависит от того, сколько мокрого снега высыпется на вас. Вот такой вот большой, теплый спальный мешок, рассчитан на температуру для данных от минус 2 мужчинам до минус 8 градусов по Цельсию. Утеплитель Eulin Fiber. Тонкое микроволокно, которое будет сохранять воздух и не пускать туда влагу. Да, он нелегкий, 2,5 килограмма, но для температуры в минус 8 градусов это в самый раз. Здесь, соответственно, можно красиво рассмотреть все. Есть тепловая планочка, которая защитит от убегания тепла через молнию. И вот он, тепловой воротничок. Охватывается вокруг шеи нежно и замечательно. Еще вот так оттягивается. Но есть еще одна замечательная концепция, как спать зимой в тепле. Если вы маленькая батарея и вам в любом случае будет холодно, то, наверное, нужно найти вторую батарею в ваш спальник. И найти спальник, рассчитанный на две батареи. Это экономит вес, это повышает вашу теплоэффективность. Для этого компания SPLAW сделала двойные спальники. Даблы и тандемы. Замечательный спальник-тандем комфорт. В чем отличие? Конструкция, а мы говорили про какие-то одеяла, коконы, а про тандем не сказали. Я и кошмар. Конструкция рассчитана на то, чтобы туда поместилось два человека. У спальника два подголовника, у спальника два объема для двух людей. Спальник внутри имеет 680-й пух, весит 1700 грамм, рассчитан на температуру от минус 4 до минус 10 приблизительно. Так как нет стандарта, по которому измеряют спальники для двух людей. Спальник имеет два подголовника, один объем для ног и для тела, и для рук. И по бокам слева и справа молнии на две трети длины. Если вы захотели куда-то убежать, то могли идти их спокойно соседа своего покинуть. Между двумя подголовниками есть замечательный тепловой воротник, который отделит вас от своего друга. И как я уже сказал, я бы посоветовал вам зимой взять синтетику. Для небольших морозов вам в помощь идет такой же тандем. Утеплитель прямолов 1200 грамм, температура комфорта от 0 до плюс 4. Но если у вас будет двое в тандеме, то скорее всего гораздо теплее. И как сказал, синтетика на морозе ведет себя гораздо лучше. Поэтому, как аналог пуховый тандем, предлагаем вам синтетический замечательный дабл 120. Утеплитель прямоловт сильвер, общая масса спальника 1200 грамм, легкий и компактный, влаги не боится. Дабл 120 снабжен всего лишь одной молнией и одним подголовником. Но при этом тепловая планочка присутствует, ваше тепло никуда не убежит. Сюда замечительным дополнением подойдет не только ваша одежда и термобелье, но и классный Quilt 50. Легкий, компактный, плюс 500 грамм, но при этом температура комфорта повышается у вас в разы. Quilt – это не спальник, это не одеяло. Это совершенно отдельная история. У него нет молнии, у него нет подголовника. Он максимально легкий и максимально эффективный. Внутри него живет синтетический утеплитель Eulin Fiber плотностью 50 грамм на квадратный метр. Легкий и компактный, отлично пойдет для лета и как вкладыш в зимний спальник. По сути, это спальник без подголовника, без молнии. Если нет молнии, тепло никуда не убегает. Такой сэндвич повышает сопротивление конструкции морозу. Так же, как и синтетический Quilt, пуховое одеяло также может помочь вам в преодолении мороза. Легкое, компактное. Естественно, подойдет для зимы и для легкого межсезонья. Это для тех, кому хочется комфортного сна. Вот самое главное отличие – одеяло от кокона. Вот такие спальники мы вам порекомендуем на зиму. На длинные походы постарайтесь взять то, что не намокнет, то, что вам не придется сушить где-то в районе костра. Все, что высушено около костра, считайте, этого нет. Для коротких и быстрых приключений берем пух. Легкий, компактный, теплый. Зима – самое страшное время года. Нет солнца, сугробы. Ходить можно только на снегоступах и на лыжах. Я, конечно, могу еще кататься на велосипеде. Но в целом весь наш спектр деятельности довольно-таки ограничен. А, забыли. Мы еще можем зимой улазить под землю. Для этого нам Cyber 500. Приготовимся к межсезонним. Пока у нас морозы, сугробы, мы понимаем, что зимой мы ограничены. В межсезонье мы начинаем плавать на байдарках, ходить пешком, кататься на велосипеде, больше ездить на машине. И все кемпинги летние нам также доступны. Поэтому выбор спальников здесь более актуален и более широк. Начну, как всегда, с того же, что хочу порекомендовать в плане легкого и очень комфортного сна. В теплое время года, в межсезонье, не отказывайтесь от использования пуха. В пухе лучше спать, он комфортнее, он легче. Главное его защитить от влаги. В сухое время года это сделать гораздо легче. Вам потребуется всего лишь увеличенный гермомешок. Самым легким, самым комфортным спальником для межсезонья будет пуховый Gravity Light. Внутри у него 850 пух. Весит он 472 грамма в ростовке 190. Пух 850 Fill Power. Замечательно. Рассчитан он на 0,4 градуса. Все, что необходимо для межсезонья. Если вы скажете, что это слишком жарко, но ошпаренных меньше, чем отмороженных, вам достаточно просто расстегнуть молнию. Хорошей альтернативой Gravity Light будет моделька Seisha 130. Утеплитель Slight Ex-Nice. Плотность 130 грамм на квадратный метр. Температура комфорта 0,4. Если вы боитесь воды, вам нужен этот спальник. А дальше легче. Для тех, кто также боится воды, но не боится немножечко слегка подмерзнуть, при этом сэкономить вес. Моделька Antris 120. Очень компактный и легкий спальник на отличном и очень классном утеплителе. Прималофт Silver. Он греет даже в мокром состоянии. Вес его меньше килограмма. 882 грамма, в ростовке 190. Рассчитан на температуру плюс 2, плюс 6. Adventure Light. Очень легкий пуховый спальник. Самый не теплый. Рассчитан на температуру от плюс 4 до плюс 9. Зачем он? Для того, чтобы вам комфортно было спать. Внутри него спрятан 680-й пух с гидрофобной обработкой от Nikwax. Поэтому он чуть меньше будет впитывать в себя влагу даже если на улице 100% влажность и льет ливень в течение 3 дней. Вес 470 грамм. Отличный вариант для легкого трекинга. Специально для отельных туристов. Знаете, ни в коем случае нельзя упаковывать спальник до формата кирпича. Не давите его ногой, локтем, телом. Не прижимайте его абсолютно никаким прессом. Все спальники должны свободно запихиваться в свой мешочек и не испытывать чрезвычайных компрессионных нагрузок. Пускай пух хранится в спокойных 10 лет в таком состоянии. Но в любом случае, если он будет долго храниться в компрессионном состоянии, он потеряет свой объем. Если он потеряет объем, значит он меньше будет сохранять воздух в себе. Значит вы будете замерзать. Используйте легкие гермомешки или легкие вот такие мешки, которые уйдут в комплекте к некоторым спальникам сплава. И также не забываем про легкую синтетику. Eulin Fiber спальники Trail Light. Спальник меньше килограмма, 990 грамм. Рассчитан на температуру плюс 5, плюс 9. Отлично подойдет вам для межсезонья. Многие летние межсезонные спальники имеют облегченную конструкцию без теплового воротника. Ну, просто чтобы вы не сварились. Моделька Trail Light 120. Утеплитель Eulin Fiber. Температура плюс 4, плюс 9 градусов по Цельсию. Отличный вариант для трекинга. Приближаемся к лету. После зимы мы не только начинаем ходить ногами, но и начинаем плавать по нашим замечательным рекам, которые освободились от льда. Итак, некоторые варианты развития событий для водников. Отмечу сразу, они все будут синтетические во имя спасения всех на земле. Они все будут синтетические. Cyber 500. Мощный синтетический спальник. Рассчитан на низкую температуру и на самые влажные условия. Спать самой ранней зимой около реки в нем будет очень комфортно. Несмотря на его объемы и размеры, вы спокойно его поместите в деку байдарки или катамарана. Так как водникам особо не важен габарит спальника, самое главное наличие синтетического утеплителя, порекомендуем вам модельку Expedition 300. Вес 1700 грамм. Рассчитан на температуру 0, плюс 4. Утеплитель Eulin Fiber. В целом, довольно-таки компактный. Для более точных и легких ребят. Соответственно, моделька Antris 120 на Прималовке. Очень компактная и легкая, и также очень теплая. Утеплитель Прималов Gold рассчитан на температуру плюс 2, плюс 6 градусов. В принципе, все то, что необходимо воднику в легком байдарочном или конечном походе. Ну или для тех, кто плывет на покрафтах в самую раннюю весну. Ну, совесть мне не позволяет не сказать про спелеологов. Эти ребята, как и водники, берут все самое теплое и синтетическое. Пускай у них температура, в которой они живут, плюс 2, плюс 6 градусов, но у них практически стопроцентная влажность. Поэтому спальник не должен набирать влагу. А если наберет, то он должен в мокром состоянии греть. Поэтому берем Cyber 500. Ну и помимо рек, которые стали более-менее жидкими, оживляются и у спидистов. Для велосипедистов всегда очень важно выбрать что-нибудь легкое и компактное. Особенно для байкпайкеров. Самым легким вариантом у нас появляется Gravity Light. Пуховый. На все случаи жизни. Теплая Seisha 130. Компактная для самых ранних поездочек. Два влажные условия. И Antri 120. Компактный и легкий. Primaloft Silver. Итак, самая замечательная часть нашего обзора – это то, когда мы будем жить в максимальном комфорте. В кемпинге, в лагере, где-нибудь рядом с готовым камином и, может быть, даже кофемашиной. Мы, скорее всего, не потащим ничего тяжелого, а возьмем с собой все самое приятное, дорогое и комфортное. Но если вдруг вы идете все-таки своим ходом и несете на себе что-то, первым делом обращаем внимание на пуховый одеял Квол. Во-первых, оно легкое, оно пуховое и теплое. Вам не надо будет добрать что-либо дополнительно. В целом, вы можете самостоятельно в нем жить и в палатке, а не только в домике рядом с камином. Очень комфортным и легким, очень комфортным и при этом легким спальником для переноски является Seisha 130. Спальный мешок рассчитан на очень хороший температурный диапазон, 0 плюс 4. Если будет чуть-чуть теплее, достаточно просто будет расстегнуть молнию. Спальник очень легкий и очень компактный. Если идете по Балдайской тропе, советую. В целом, формат кемпинга подразумевает то, что вы возьмете с собой не все самое легкое, но при этом комфортное. Для более простого кемпинга подойдут две замечательные модели. Expedition 200 и Expedition 300. Первый рассчитан на температуру от 4 до 9 градусов, второй от 0 до плюс 4. Утеплитель Eulin Fiber плотностью 200 грамм на квадратный метр, плотностью 300 грамм на квадратный метр. Вес спальника Expedition 200 – 1400 грамм, Expedition 300 – 1700 грамм. Надеюсь, что вы едете на машине и не несете это все на себе. Также неплохим вариантом для обычного кемпинга послушает моделька Ranger 3. Вес 1600 грамм, рассчитан на температуру от 4 до 7 градусов по Цельсию. Утеплитель – простой Shelter Tour. Все спальники для кемпинга тихо-спокойно подойдут под влажную погоду. Желательно их, конечно, не нести на себе, а дать в службу доставку, чтобы они вам принесли его в ваш домик, либо в вашу забронированную палатку. Мы поговорили про межсезонье, и остался самый легкий вариант на лето. Летом вы можете использовать все те спальники, которые использовали на межсезонье. Это позволит вам, во-первых, иметь гарантию по тепловому запасу. Вдруг в июне пойдет снег. Ну и, соответственно, вы вроде в весе особо ничего не проигрываете. Единственное, что скажу. Если вы хотите передвигаться в формате утралайт, вы во всех видах спорта, за исключением, наверное, какого-нибудь спелеотуризма, будете пользоваться вот такой вот Quilt 50. Он весит всего лишь 450 грамм, он не займет места практически ни в каком рюкзаке и подойдет для всех видов деятельности на природе летом. И самый замечательный вариант для детского лагеря, для детского кемпа на лето. Это самое простое одеяло, рассчитанное на температуру от плюс 8 до плюс 20. В одеяле тихо-спокойно можно спать в привычной позе, при необходимости непосредственно использовать его как одеяло, расстегнув полностью. Моделька 750 грамм тихо-спокойно подойдет для замечательного отдыха в кемпинге. Самое главное, помимо того, что вы услышали, внимательно соотнести с вашими ощущениями холода и тепла. Даже если вы замерзаете в самом теплом спальнике, добавьте туда что-нибудь еще. Например, какой-нибудь внутренник, либо вторую батарею. Вы послушали небольшой гайд по спальникам компании «Сплав». Желаю вам хорошего сна и легкого рюкзака. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...